МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Снежные шапки домов уже не романтика. Как в Самаре борются с наледью на крышах? Отдохнуть в Дубае, не выходя из номера отеля. Российских туристов отправляют на карантин в Арабских Эмиратах из-за результатов теста на ковид. Позвонили из банка и предложили перевести деньги на безопасный счет. В России активизировались телефонные и интернет-мошенники. Как не стать их жертвой и сохранить сбережения? Мобилизовали 26 бригад профессиональных альпинистов. В Ленинском районе Самары продолжают очищать крыши от снега и льда. В районе насчитывается 933 дома со скатной кровлей, которые требуют оперативного реагирования в снежную погоду и период температурных качелей. Всего 17 февраля в Самаре в работах на высоте задействовано 90 бригад, в составе которых работали 262 человека. Гульфия Сафина продолжит тему. В полном обмундировании на высоте многоквартирного дома. В Ленинском районе продолжают очищать крыши от ледяных наростов. Каждое утро на борьбу с сосульками выходят альпинисты-кровельщики. Они проверяют свое оборудование на базе, получают допуск на высотные работы. Затем они приезжают на объект, одевают все оборудование на себя, поднимаются на кровлю, прицепляются к ограждению и начинают работать. Только в Ленинском районе более 900 домов со скатными кровлями. Это, как правило, малоэтажное жилье и хрущевки. Приступая к работе, коммунальщики огораживают территорию сигнальной лентой. А во время всего процесса прохожих предупреждает работник бригады. На этот сезон в районе подготовлено 26 кровельных бригад. На сегодняшний день в Ленинском районе подлежит очистке 129 кровель. Работает сегодня 8 бригад. Опасных кровель на сегодняшний день нет. За расчистку кровель и безопасность прохожих в Ленинском районе отвечает 51 управляющая компания и 94 ТСЖ. Их работу контролируют сотрудники администрации. Только за зиму было выявлено 94 нарушения, 85 из которых устранили сразу. По двум управляющим компаниям, которые допустили 9 нарушений, материалы направлены в Государственную жилищную инспекцию для привлечения к административной ответственности. А вот за отсутствие ледяных наростов на козырьках балконов и кондиционерах должны следить собственники помещений. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События. Расчистка улиц от снега идет в круглосуточном режиме без перерывов и выходных. В приоритете подъезда к социально значимым учреждениям, остановке общественного транспорта и пешеходные переходы. Минувшей ночью расчищали улицу аэродромную. Как ведут работы по вывозу снега и какую технику при этом применяют, расскажет Максим Магомедов. Службы благоустройства города продолжают активно вывозить снег с улиц Самары. Прежде всего, идет отработка замечаний, на которые в ходе контрольных объездов указала глава Самары Елена Лапушкина. Также устраняют недочеты, о которых жители сообщали в социальных сетях. При формировании списка улиц, подлежащих расчистке, учитывают обращения самарцев, собранные Центром управления регионом и Муниципальным центром управления. Кроме того, исходит из предписаний госавтоинспекции. Наибольший объем работ по расчистке улиц и вывозу снега выполняется в ночную смену, когда нет интенсивного трафика и у тяжелой техники больше возможностей для эффективного функционирования. Ночью для проведения урчедорожной сети задействованы 291 единицы спецтехники, из них 137 единиц самосвалов и 64 дорожных рабочих. В ночное время, когда интенсивность движения транспорта сводится к минимуму, самое время для того, чтобы проводить работы по расширению проезжей части, по расчистке, по погрузке и вывозу снежных масс на специальные площадки. По состоянию на сегодняшний день уже вывезено порядка 290 тысяч тонн снега. В первую очередь расчищают дороги, по которым ходит общественный транспорт, и на которых расположены социальные учреждения. В числе таких дорожных объектов – улица Аэродромная. На ней находится областной кардиодиспансер, родильный дом и другие социально значимые объекты. В прошлом дорожно-строительном сезоне в проезжую часть Аэродромной от начала улицы и до перекрестка с улицей промышленности отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Поэтому важно при проведении работ позаботиться не только о качестве расчистки и количестве вывезенного снега, но и сохранить выполненное благоустройство. Специалисты отдела контроля за содержанием автомобильных дорог, объектов благоустройства муниципального курирующего учреждения дорожное хозяйство при участии представителей подрядчиков проводят совместные выезды и фиксируют в том числе недочеты, а также повреждения в случае их появления в процессе работы тяжелой техники. При выявлении дефектов выносится предписание об устранении. Также специалисты следят за тем, чтобы выход техники был обеспечен четко в соответствии с запланированным количеством, чтобы она не простаивала и самосвалы могли сделать как можно большее количество рейсов на площадке. Так, за одну ночь самосвалы выполнили 829 рейсов. За прошедшие двое суток на спецплощадке доставили более 13 тысяч тонн снега. Определенную трудность при уборке аэродромной, как и остальных улиц, создают припаркованные автомобили. Профильные службы ежесуточно призывают граждан на время очистки переставлять машины в уже отработанные локации. Это позволяет тяжелой технике функционировать в полном объеме, вести расчистку от борта до борта. Применяют уручной труд. Он незаменим при очистке тротуаров возле пешеходных ограждений. Павел Грибач рассказывает, что его любимое место отдыха – Парк Победы. Раньше он здесь работал диджеем, а теперь приводит город в порядок. Говорит, работа на свежем воздухе в приятном коллективе больше по нраву. Люди подходят и говорят, спасибо большое, что вы это делаете. И когда остановку чистишь, они подходят и говорят, спасибо большое. В предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, ожидаются обильные осадки в виде снега и снега с дождем. Поэтому готовятся к ним уже сейчас. Расширяют проезжую часть, чтобы потом было куда сдвигать снег. Не прекращают расчищать остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, парковочные карманы и тротуары. Кроме того, идет противогололедная обработка. Максим Магомедов, Константин Головин. События. В Самарской области за сутки зафиксировали 3535 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 280 863 человека. Такие данные в четверг опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Выздоровели за сутки 2475 человек. А всего с начала наблюдений из больницы выписались 227 039 пациентов. Тем временем в регионе продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Некоторые жители Самарской области уже проходят ревакцинацию. Тему продолжат наши корреспонденты. Исключить алкоголь, тяжелые физические труды, по возможности взять отгул на работе. После прививки желательно дать организму отдохнуть, объясняет врач пациенту Сергею Денисову, который пришел в поликлинику на ревакцинацию от COVID-19. Молодой человек – владелец магазина розничной торговли. Бесконечный поток клиентов, общение с коллегами – все это увеличивает риск возможного заражения коронавирусной инфекцией. Особенно с появлением нового и более заразного штамма омикрон. Вакцины есть, вакцины работают. Это подтверждено не только COVID-19, но и другими заболеваниями. Ну и есть, на самом деле, серьезные основания полагать, что массовая вакцинация убережет нас от каких-то пиковых заболеваний. С приходом Самарской области нового штамма омикрон, даже те, кто ранее отказывался от прививки, сейчас проявляют сознательность и идут на процедуру вакцинации и ревакцинации, не нарушая график. Сейчас мы видим, что все больше и больше людей, я даже не говорю о пациентах, они приходят в лечебные учреждения, они звонят, они спрашивают про вакцинацию, даже те лица, которые переболели. И вот эти позитивные сдвиги, они не могут не радовать. Не зря, наверное, было проведено столько, много разных информационных, в том числе, мероприятий. Каждый житель региона перед прививкой проходит обязательный осмотр врача. Пациенту измеряют сатурацию, уровень кислорода в крови, давление, собирают информацию о хронических заболеваниях и противопоказаниях. Процедура, как правило, проходит легко. В первую очередь, по-прежнему необходимо вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями и пациентам из группы риска. Ольга Павлова, События. Российские туристы массово оказываются в изоляции в Арабских Эмиратах. Отдыхающие прилетают с отрицательными ПЦР-тестами на ковид, но проверка в местном аэропорту выявляет другие результаты. В итоге путешественников отправляют на карантин. По оценкам туристических компаний, около 30-40% пребывающих в Дубай российских путешественников оказываются заблокированы в своих номерах. С такой ситуацией столкнулись и туристы из Самары. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Бурдж-Халифа, поющие фонтаны и роскошные мечети могут так и остаться на рекламных проспектах. У российских туристов в Арабских Эмиратах начали массово выявлять положительные результаты ПЦР-тестов, из-за чего путешественникам приходится проводить весь отпуск в изоляции, рассказывают в самарских турагентствах. Сделали в Самаре тесты, все нормально, прилетают туда положительные тесты. Это опять-таки карантин. Если отель позволяет, они находятся в отеле, изолированные от всех других, им кушать, приносят. Либо предлагают отель, если закончился срок поездки, там же и семь, и десять карантин бывают разные, то предлагают за свой счет добавить, потом будут страховая возмещать. Либо бесплатно в госпиталях, в резервациях. На днях в такой ситуации оказалась журналист из Самары Ирина Чичурина. Она сообщила в Фейсбуке, что ее, как и многих других пассажиров самолета, отправили на карантин. Мы связались с Ириной, и вот что она нам рассказала. Я, как и все пассажиры самарского самолета, который летел сюда, имела отрицательный ПЦР-тест, их проверили на посадке в самолет. А в аэропорту Дубаи мы вынуждены, в отличие от европейцев, которых пропускают просто так, мы были вынуждены сдать повторный ПЦР-тест. И очень у многих они оказались положительными. В результате нас поместили на карантин, в оплаченные нами номера, и мы проводим такой отпуск. Даже нельзя пользоваться инфраструктурой отеля, бассейнами, кортами и всем остальным. Можно только здесь сидеть. Хорошо, вот у кого оплачено питание, я на третьи сутки добилась, чтобы мне его носили в номер. Я не знаю, что едят другие. Отдыхающие и туроператоры не могут понять, с чем связана массовая изоляция. Мы раньше считали процентов 20 от вылетевших, сейчас можно и 30-40 ставить процентов от вылетевших. И карантин неизбежен. Более того, за свой счет ПЦР при вылете, потому что не все авиакомпании посадят на борт с положительным тестом. Даже не могу предположить, кому это выгодно, чтобы наши туристы так страдали, поскольку признаков никаких нет, симптомов нет, и по окончанию карантина также ничего нет. Либо это зарабатывание денег на дополнительных тестах, либо кто-то от страховой компании что-либо хочет поиметь. Тем временем сами туристы ни на что от страховой рассчитывать не могут. Страховые компании, в общем-то, насколько я поняла, мы написали туда заявление, говорят, что никаких выплат нам не положено, только в случае, если карантин продлится дольше срока тура, они оплатят нам пребывание в отеле и возвращение на родину. Так что стоит подумать, ехать ли в прекрасный Дубай. Между тем, Арабские Эмираты – одно из самых популярных направлений у самарцев, и не самое бюджетное. Отдых в Дубае всегда считался на порядок дороже, чем в Турции и Египте. Однако на днях аналитики назвали ОАЭ самым подешевевшим за год пляжным направлением для россиян. Средняя стоимость перевозки снизилась на 40% и составила 23 тысячи вместо 38,5. Если бронировать пакетный тур, то на неделю можно съездить в Дубай минимум за 50 тысяч рублей на двоих. Средняя цена – 80-100 тысяч. Главное – бронировать номер с полным пансионом, чтобы если и пришлось остаться на карантине, то хотя бы с обедом. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Норвегия стала первым государством в Европе, власти которого решили пойти на отмену пандемийных ограничений. От граждан больше не требуют соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Тестирование на коронавирус проводят только для тех, кто имеет соответствующие симптомы. Заболевших обязали оставаться дома не более четырех дней, а дети могут ходить в сады уже на следующий день после того, как спала температура. Власти страны изменили и правила приема туристов. Теперь для въезда в страну нужны только виза, авиабилет и путевка. Также не требуется предъявлять результаты тестов и заполнять специальные формы. Исключение в этом правиле делается лишь для тех, кто намерен посетить Шпицберген. Туроператоры уже заявили, что оперативно сформируют программу поездок на ближайшие весну и лето. В город Киркинос, на крайний север Норвегии, скоро отправится известный российский журналист Владимир Познер на конференцию представителей СМИ. Об этом он рассказал в интервью Галине Юзефович. Рассказывая о поездке по разным городам, Познер отметил, что именно Самара стала его любимым городом на Волге. Летом прошлого года Владимир Познер вместе с Иваном Ургантом снимали в столице региона фильм «В поисках русского характера». Я тоже очень многое узнал. Очень многое. Вроде бы все очевидно, но когда ты сам непосредственно испытываешь и сталкиваешься, то очевидное становится открытием. А какой из поволжских городов понравился вам? Самара. Самара? Да. Далее эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. Курс рубля рухнул по отношению к основным валютам. С чем это связано и какие есть прогнозы по восстановлению? Об этом мы поговорим позже, но сначала о налогах. В России за предыдущий год собрали более 28,5 триллионов рублей налогов и сборов, что на 35% больше, чем в 2020 году. Самые крупные сборы обеспечил налог на добычу полезных ископаемых. 7 триллионов рублей в федеральный бюджет, 98 миллиардов в бюджеты регионов. Нефтегазовые доходы значительно выросли благодаря ценам на нефть. При этом всего на 5 регионов приходится почти половина всех поступлений. Больше всего налогов собирают в Москве, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Санкт-Петербурге и Московской области. Меньше всего в Ингушетии, Еврейской автономной области, ТВ, Калмыкии и в Республике Алтай. Минсельхоз России выделил 4 товарные позиции, которые могут подорожать в этом году. Среди них молоко и молочная продукция, хлеб, овощи и сахар. В прошлом году стоимость хлеба росла незначительно, поскольку ведомство предоставляло субсидию на 1 кг товара, чтобы продавать его в рознице по фиксированной цене. Подорожание овощей продлится до нового сезона, то есть до уборки урожая. При этом в прошлом году была регулируемая цена на сахар – 36 рублей за килограмм у производителей, 46 в рознице. Поэтому сейчас год к году будет большой рост, он уже виден – порядка 30%. Стоимость поездок на майские праздники с начала апреля может увеличиться на 30-50%, заявили в Ассоциации туроператоров России. И это связано с завершением акций раннего бронирования. Сейчас продажи очень хорошие. Среди зарубежных направлений поездок на майские праздники у россиян наиболее популярен Египет. Однако его место может занять Турция. На внутренних направлениях лидерами являются Краснодарский край, Крым и Ставропольский край. Курс рубля на торгах в четверг рухнул по отношению к основным валютам на фоне обострения ситуации на Донбассе. Напомню, во вторник на фоне сообщений о выводе части российских войск из приграничной с Украиной зоны, рубль и российский фондовый рынок начали уверенно расти, но, однако, уже на следующий день рост остановился. На 18 февраля Центробанк установил следующие курсы валют. Доллар 75 рублей 75 копеек. Он вырос на 74 копейки. Евро 86 рублей 13 копеек. Европейская валюта прибавила в цене 82 копейки. Нефть марки Brent 93 доллара 20 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Самаре планируют увеличить количество торговых мест. Уже этой весной в городе могут открыться три новых муниципальных ярмарки на 105 мест. Одна из таких точек будет находиться в железнодорожном районе, на пересечении улиц Пензенской и Владимирской. Вторая в Советском районе на Партизанской. Третья разместится в Кировском районе на Советской улице. Впрочем, адреса пока обсуждаются. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, ярмарки должны располагаться в местах с хорошей проходимостью. Власти надеются, что открытие новых торговых точек поможет решить проблему роста цен на продукты, так как напрямую сельхозпроизводители продают товары дешевле. Кэшбэк, скидки, проездной полис ОМС в одной банковской карте. Функционал пластика значительно расширили. Теперь с помощью карты жителей Самарской области можно будет узнать о спортивных и культурных событиях, а также приобрести билеты. С начала выпуска банки-эмитенты получили более 12 тысяч заявок на оформление. Сегодня выдали десятитысячную. Подробнее о том, кто стал обладателем юбилейной карты, расскажет Максим Магомедов. Татьяна Патросиенко стала десятитысячной обладательницей карты жителей Самарской области. О новинке узнала от коллеги на работе и решила обратиться в банк-партнер за оформление. Рассказывает, что была удивлена, когда поступил звонок от сотрудника с поздравлениями. Это очень как-то необычно. Не ожидала я, не думала даже, что так может быть. И это очень удобно, потому что в одной карте сразу все. Я думаю, надо попробовать. Ну, то есть там и транспортная, и скидочная, и как бы банковская карта. Я вот как бы только получила, поэтому когда узнаем все возможности карты, я думаю, я буду вас пользоваться прям по полной. Карта жителей Самарской области выпускается на базе платежной системы МИР. С ее помощью можно получать скидки от партнеров проекта. А с начала этого года владельцы карт могут использовать их при посещении поликлиник в качестве аналога полюса ОМС. В ближайшее время совместно с областным министерством здравоохранения будет разработан и внедрен сервис «Электронный рецепт». На портале карты жителя развиваются сервисы в сфере культуры, туризма и спорта. В ближайшее время появится возможность оплаты экскурсий и регистрации на спортивные мероприятия. С точки зрения туризма мы хотим реализовать следующую функциональность в этом году. Это формирование интерактивной карты, где будут размещаться наиболее популярные туристические маршруты, где можно будет составить свой собственный туристический маршрут. Уже сейчас реализована интеграция с порталом «Культура.РФ». И в прошлом году мы уже на портале опубликовали больше 8 тысяч анонсов по тем или иным мероприятиям, которые у нас в регионе проходили. Оформить заявку на получение карты жителей Самарской области можно онлайн на интернет-портале продукта. Для этого необходимо авторизоваться через госуслуги. Также можно подать заявление лично в любом офисе банков-партнеров. Для этого потребуется предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Оформление карты бесплатно. Срок изготовления составляет от 14 дней. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Россияне продолжают попадаться на удочку телефонных аферистов, представляющихся сотрудниками банков или правоохранительных органов. Ежегодно десятки тысяч людей добровольно отдают свои сбережения мошенникам. Аферистам даже не нужно видеться и контактировать с жертвой. Достаточно позвонить или написать. Как обезопасить себя от киберпреступления, расскажет мэри Елчан. От телефонных жуликов и интернет-мошенников страдают люди любого возраста и социального статуса. Только вот суммы ущерба у всех разные. Аферисты умело используют технические возможности. Завуалировать свой номер под телефон официальных организаций и учреждений для них не составляет труда. Это и вводит в заблуждение тех, кто отвечает на звонки и войдется на уловки жуликов. Удастся ли потом вернуть деньги, зависит от многих факторов. Но помочь может быстрая реакция потерпевшего. Я считаю, что необходимо получить в финансовую организацию выписку о движении денежных средств по своим счетам. После этого, если были входящие звонки на мобильный телефон, взять детализацию своих переговоров в день, когда были звонки. И после этого обратиться в ближайший отдел полиции с заявлением по факту совершения преступления. Правоохранители напоминают, чтобы проверить мошенников, нельзя перезванивать на их номера. Не стоит также сообщать данные своей карты другим людям, в том числе банковским служащим. А на сомнительные звонки лучше и вовсе не отвечать. Если вы уже попали в неприятную ситуацию, необходимо позвонить по номерам телефона доверия на горячую линию правоохранителей или банковского учреждения и проверить информацию. А для перестраховки заблокировать карту. Если у банка возникают какие-либо вопросы к своему клиенту, то, как правило, эти вопросы дублируются по разным каналам. Эти вопросы возможны и через личный кабинет. Ну и, соответственно, как правило, сейчас банки не пользуются обзвоном клиентов с точки зрения выявления персональных данных. Это табу, это категорически запрещено в банках. Многие мошенники хорошо разбираются в психологии. Они умело давят на гражданскую ответственность и социальную позицию жертвы, говорят эксперты. Проблема в том, что это как с зарядкой. То есть все знают, что хорошо делать зарядку, но не делают. Все знают, что хорошо правильно питаться, не курить, не пить. И в целом знание не означает, что человек будет соблюдать эти правила. И тут как раз проблема в том, что мошенники с помощью интернета, с помощью телефона, они бьют по эмоциям. Они у человека отключают рациональное мышление, и человек начинает совершать те действия, которые он в обычном состоянии никогда бы не совершил. Жулики давно освоили многоходовки. На каждом этапе которых задействованы разные люди. И расследовать киберпреступления становится все сложнее. Поэтому следует всегда быть на чеку и проверять тщательно любую информацию, чтобы не лишиться своих средств. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События. Хоккеисты ЦСКА ВВС завершили свой сезон. В заключительной игре летчики уступили питерскому «Динамо». Но даже победа в этом матче не помогла бы самарцам уйти с последнего места в турнирной таблице. Об этом в других новостях в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты ЦСКА ВВС провели заключительный матч сезона. На домашнем льду летчики принимали «Динамо» из Санкт-Петербурга. Гости сняли практически все вопросы об исходе матча еще в первом периоде, трижды огорчив голки перасамарцев. Хозяева предприняли погоню сразу после перерыва. И уже на девятой секунде второго игрового отрезка одну шайбу отыграли. Но затем на 36-й минуте еще дважды пропустили. В начале третьего периода летчики вновь сократили отставание, но больше забить так и не смогли. 2-5 – поражение ЦСКА ВВС. Самарцы закончили сезон на последнем 27-м месте в ВХЛ, одержав всего 5 побед в 52 играх. Другая команда из Самарской области, Тольяттинская «Лада», вышла в плей-офф и поборется за чемпионский кубок. 17 февраля в Орле стартует финал 8 дивизиона Центра Ассоциации студенческого баскетбола среди команд девушек. Команда СамГТУ «Самара», совершившая регулярный чемпионат на третьем месте, одержав 9 побед в 11 матчах, в четвертьфинале сыграет с коллективом «Сгус» и «Смоленска». В регулярном чемпионате самарчанки переиграли этого соперника 79-67. Четыре гандболистки «Лады» Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак получили вызов в национальную сборную России для подготовки к двум матчам квалификационного турнира чемпионата Европы с командой «Польши». Первый поединок пройдет в Польше, в Кашалине 3 марта. Ответная домашняя встреча состоится в Астрахани 6 марта. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова